Здравствуйте! В эфире программа «Сахалин сегодня». Меня зовут Влад Французов. В ближайшие полчаса корреспонденты «Солнце-ТВ» расскажут о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах выпуска. Белая стихия, мощный циклон обрушился на юг острова. Отложенный полет. Пассажиры шести самолетов Южно-Сахалинского аэровокзала не дождались своих рейсов. Колеса сменили бусеницы и региональные медики пересели на спецтехнику. Президент страны в Хабаровске встретился с дальневосточными бизнесменами. Предприниматели задали свои вопросы. Были среди них и представители Сахалина. Интерес островитяне обозначили относительно туризма на Курильских островах. Один из них касался южного острова Курильской гряды Кунашира. Он последовал от управляющей местной компании. Девушка обозначила проблемы с транспортной доступностью. На это влияют погодные условия, в частности туманы. По ее словам, в пик туристического сезона отмена авиарейсов может достигать 45%. Решить проблему предложили переоборудованием взлетно-посадочной полосы. Президент поддержал инициативу. Мы гарантируем поднятие уровня сервиса на острове очень высокого. А полоса какая-то? Длина полосы какой? Этого я не скажу. Посмотрим. Я согласен с вами. Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно. Говорят, не было ни разу, к сожалению. Обязательно приедут. И подводный мир очень. Напомню, на Дальнем Востоке созданы меры поддержки бизнеса. Так, например, в островном регионе функционируют территории опережающего развития горного воздуха и Курила, а также особый преференциальный режим Курильских островов. Юг Сахалена переживает первый мощный циклон года. Утро пятницы принесло в областной центр и семь районов острова метель. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, перекрыты дороги. Как с непогодой справляются муниципалитеты, расскажем в следующем сюжете. Готовиться к первой стихии года дракона на юге Сахалина начали загодя. Школы перевели на удаленку, отменили междугородние автобусы, закрыли паромную переправу, перенесли авиарейсы. Снегопад начался вечером, а с утра в Южно-Сахалинске дороги и тротуары чистили уже только в патрульном режиме, лишь бы пройти и проехать. Основная задача это прочистка автобусных маршрутов для того, чтобы автобусы работали на линии, автобусные остановки, перекрестки, подъезды к социальным учреждениям, это больницы, детские сады и иные объекты первостепенной важности. Соответственно, вторично будем работать на внутриквартальных проездах, обеспечиваем подъездные пути к контейнерным площадкам. Напомню, мы вчера сделали вечером дополнительный вывоз мусора для того, чтобы с утра контейнерные площадки были чистыми. Благодаря низкой температуре выпавший снег рыхлый и легкий. Такие сугробы проще убрать, их без усилий преодолевают даже легковушки. Правда, нулевая видимость привела к многочисленным ДТП, машины улетают в кюветы. Утром закрыли дорогу Троицка-Новотроицкая, днем трассу Южно-Сахалинска-Х на нескольких участках. На подъем, где эта колдина проехали, вот это тут прямо на подъеме втетерились. ЖКХ в областном центре, по данной мэрии, работало без сбоев. За исключением энергоснабжения. В течение дня без света оставались жилые кварталы по всему городу. Дворы многоквартирных домов быстро забило снегом, но полностью разгребать его будут только после ухода циклона. В метель делать это нет смысла. Так что до затишья затача дворников регулярно расчищать входные группы. В Южно-Сахалинске с ней справились не все УК. Шесть компаний, по которым будет проведена совместно с прокуратурой проверка в отношениях и будет представлен нам административный материал для привлечения к ответственности. Когда затихнет непогода, времени на ликвидацию последствий будет немного. В понеделек на Сахалине ожидают новый циклон. Дмитрий Зелинский, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Бушущая стихия повлияла не только на жизнь города, но и на планы туристов. В Южно-Сахалинске из-за циклона задержали все авиарейсы. Это межрегиональные и внутренние перелеты. Специалисты воздушной гавани сообщают, скорость приземного ветра 10 метров в секунду с паровыми до 20. Также два рейса из Москвы и один из Новосибирска не смогли приземлиться в областной столице. Самолеты развернулись и совершили посадку на запасном аэродроме в Хабаровске. Все рейсы на сегодняшний день задержаны. Из них перенесенных на завтрашний день 6 рейсов. Это региональные перевозки, в том числе это Петропавловск, Камчатский и Савгавань. Ой, о циклоне это очень не вовремя, потому что у меня был рейс на 11.50 утра. Его сначала перенесли на 13.30 дня, потом на 15.00 и в итоге его перенесли на 23.50. Но нас сейчас отправят в гостиницу. Там нам предложат еду, воду бесплатно, все от авиакомпании. 12 января вылет на Сахалин из Хабаровска ожидали 785 человек. По вопросам предоставления питания и дальнейшего расселения в гостиницах с пассажирами работают представители авиакомпаний. По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается 13 числа. Скорая помощь пересела на вездеходы. Непогода стала причиной вывода на линию техники повышенной проходимости. Теперь горожанамедики могут приехать на спецавтомобили и снегоболотоходе. Они подготовлены к работе в сложных климатических и дорожных условиях. Всего 12 января на линии неотложной помощи было 19 бригад, одна из которых выделена дополнительно. С начала дежурных суток и до обеда медики успели отработать более 70 вызовов. Один из них был кроженицы, которую оперативно доставили в родильный дом на спецтехнике. Остальные обращения преимущественно связаны с простудными заболеваниями, развитием хронических патологий. Выезды специалистов мобильных бригад отменили из-за проходящего циклона в Невельском, Долинском, Корсаковском и Холмском районах. Частично приостановили работу нескольких фельдшерско-акушерских пунктов. Вы смотрите программу «Схалин сегодня» и мы продолжаем. 284 областных семьи воспользовались в прошедшем году правом на улучшение жилищных условий. Эта мера социальной поддержки рассчитана на ячейки общества, в которых трое и более детей. В прошлом году на эти цели из регионального бюджета выделили свыше 500 миллионов рублей. Сроки получения социальной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий сократились втрое. С начала этого года ожидание занимает всего 15 дней вместо 45 суток, как было ранее. За счет оптимизации процессов внутри министерства мы, естественно, со всеми мерами социальной поддержки работаем. Делаем так, чтобы их получить было удобнее и быстрее, без бюрократических проволочек. Для того, чтобы семьям, которым необходима помощь, и людям быстрее воспользоваться всеми положенными мерами поддержки от государства. Напомню, эта мера социальной поддержки действует в островном регионе с 2014 года. И направлена на компенсацию половины расходов по покупке жилья, но не более 2 миллионов рублей. Сейчас правом выплаты воспользовались уже 3 221 получатель на общую сумму более 5 миллиардов. Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников вступил в следующую фазу. В пятницу старшеклассники соревновались в знаниях по мировой художественной культуре. Всего было заявлено 50 человек. В связи с погодными условиями для проведения испытаний организовали три площадки в Корсакове, Хомске и Южно-Сахалинске. Несмотря на метели, ребята были почти в полном составе. Испытание знаниями длилось около трех часов. Задания Олимпиады конфиденциальны и держат в строгой тайне даже от организаторов. Мы получаем олимпиадные задания за час до того, как ребята сядут писать. Все это очень в строгой секретности держится. И видят эти задания перед тем, как ребята увидят только один человек, который несет ответственность за нераспространение данной информации. Теоретический тур содержит две части – диктант в форме облицопроса и интеллектуальные задания. Участникам предложили решить задачи, связанные с историей искусства от древнейших времен до современности. Мне всегда казалось интересной и культура, и искусство. И в этом году я решила попробовать свои силы в Олимпиаде, узнать, насколько я подготовлена в этой теме, которая меня интересует. Региональный этап Олимпиады будет идти полтора месяца. Последним днем станет 29 февраля. Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях с Халинской области, заслуживающих внимания. В селе Лесное Корсаковского района возведут новый фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание обветшало условия некомфортно ни для специалиста, ни для пациентов. Однако на время строительства приемы возобновят в нынешнем ФАПе. В зимний период, в сезон активного лова, село особенно нуждается в медицинских услугах. Врач будет принимать по графику три раза в неделю, начиная с 12 января. В 2023 году пассажиропоток аэропортов Сахалина и Курил достиг рекордного значения. Всего через все островные воздушные гавани прошли почти полтора миллиона человек. Это на 12% больше, чем в 2022 году. Самыми популярными направлениями стали Хабаровск, Владивосток, Москва, Курильск, Южнокурильск, Новосибирск и Иркутск. Также появился международный рейс до Харбина. По оценкам представителей аэропорта Южно-Сахалинск, повлияло развитие инфраструктуры как в областной столице, так и в районах. Предполагается, что с вводом новой взлетно-посадочной полосы увеличится и количество доступных направлений. В декабре островитяне отсортировали пластик, стекло и металл общим весом 173 тонны. Самый большой результат в Южно-Сахалинске – 135 тонн. В число лидеров традиционно вошли Анивский и Долинский районы. Все накопленное в Торсырье отправляют в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток и Новосибирск на перерабатывающие заводы. Там оно получит новую жизнь и будет использовано на производстве. Сейчас система раздельного сбора отходов внедрена в 15 районах Сахалина. Установлено более 1600 сетчатых контейнеров. В ближайшее время к программе присоединятся Курильские острова. В Южно-Сахалинском жилом комплексе Уюнпарк начали заселять первые три корпуса. Вскоре 400 семей получат свои ключи. Все здания в квартале способны выдержать землетрясение до 8 баллов. На территории также появится детский сад на 290 мест, школа на 1800 учеников, парковки, магазины и кафе. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. Это были все новости на сегодня. Напомню, их можно посмотреть еще раз в нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на Сонс ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра снова включить телевизор. С вами был Влад Французов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Двери от Империи. 25 лет с вами. Входные и межкомнатные двери. В наличии и под заказ. Оформляйте заказ на сайте. Оплачивайте покупку прямо из дома. Бесплатно доставим по всему Сахалину. Двери от Империи. Уверенный выбор сахалинцев. Ждем вас в Южно-Сахалинске, Карсакове и Холмске. Единый номер. 505 500.